Наши корреспонденты работают по всей территории Украины и за ее пределами. И что касается территории Украины, они работают даже в горячих точках. И именно это дает нам возможность оперативно предоставлять вам важную информацию обо всем, что происходит на территории Украины. Итак, сейчас с нами на связи. Наша корреспондентка Алена Грамова расскажет об оперативной ситуации в Донецкой области. Алена, здравствуйте, без слова. Здравствуйте еще раз, коллеги. Приветствую вас. Ну, появилась информация официальная, что произошло за минувшие сутки. Утром, когда мы рано включаемся, еще официальная информация подбивается. Результаты ее сейчас мы знаем о том, что за минувшие сутки российские войска обстреляли 11 населенных пунктов в Донецкой области. Под ударами был Славянск, Краматорск, Бахмут, Солидар, Северск, Авдеевка и Марьенко. Ну и кроме того, населенные пункты вблизи линии соприкосновения. Сегодня мы побывали в Славянске. Как и обещали, попробовать снять массовую эвакуацию и узнать, действительно ли люди после массового обстрела, который произошел в минувшие сутки. Напомню, после полудня российские войска обстреляли город. Было 19 пожаров, которые тушили наши спасатели. 6 мирных жителей погибло, 19 человек получили ранения. Мы побывали на месте эвакуации и, конечно же, нам хотелось увидеть действительно люди после таких массовых обстрелов, да и вообще обстрелов, которые в последнюю неделю активны в городе Славянске, действительно ли собираются покидать свой город, несмотря ни на что. Всегда люди находят ряд причин, причины остаться. Это родной дом, это нехватка средств для существования в других регионах. Однако сегодня мы действительно увидели те цифры, которых раньше не было. Об этом сказал и глава городской славянской военной администрации Вадим Лях. Сегодня 85 человек записались на эвакуацию. Сегодня утром я даже делала такой вот звонок на телефонной горячей линии, чтобы узнать, возможно ли еще сегодня записаться на эвакуацию. Однако мне сказали, что все эвакуационные автобусы переполнены и записаться лишь, возможно, на завтра. Ситуацию относительно эвакуации прокомментировал глава славянской городской военной администрации Вадим Лях. Прошу послушать. На сегодняшний день, если в городе не будет мирного населения, это будет хорошо с точки зрения для самого населения, не для меня, не для коммунальных служб. Это в первую очередь и делается для безопасности людей. Потому что еще раз хочу сказать, что алгоритм один и тот же, к сожалению, ничего нового не будет. Мы пройдем тот же самый путь, который прошли и Северодонецк, и Лиман, и сейчас Лисичанск проходят, и другие города. То есть сначала отказ выехать, а потом нет возможности, а желание появляется. Действительно, мы знаем ряд ситуаций, когда людей уговаривают эвакуироваться, и национальная полиция, и спасатели, и местные власти. И люди не спешат это сделать, а потом наступает тот самый момент, когда провести эвакуацию уже невозможно. Поэтому глава славянского, прифронтового города Славянск на сегодняшний день призывает людей все-таки подумать об этом эвакуироваться. Но, коллеги, хочу сказать, что мы очень много людей сегодня видели на эвакуации, среди них фактически 40% это дети. Поэтому, конечно, город, который уже обстреливается 7 дней, думаю, что необходимо задуматься и покинуть. Побывали и на местах обстрелов. Это действительно непросто на это смотреть, когда разрушены квартиры, когда фактически не существуют этажей, и частные сектора, которые горели вчера. И мы это видели, уже рассказывала в эфире о том, что покрыт дымом, был пеленой дыма буквально город Славянск вчера в момент массовых обстрелов. Такая ситуация на сегодняшний день в Славянске. В целом, хочу сказать, о горячих направлениях и направлениях, которые сейчас все возможное и невозможное делают вооруженные силы Украины для того, чтобы их удержать и сохранить под своим контролем такие города, как Славянск и Краматорск. И это, конечно же, бахмутское направление в том числе. Напомню еще раз, что попытки прорыва и попытки взять под свой контроль часть трассы Лисичанск-Бахмут по-прежнему пытаются российские войска. И с учетом того, что на сегодняшний день у нас есть информация о том, что наши украинские войска отошли от города Лисичанска и заняли другие позиции. Это было вынуждено сделать. Конечно, сейчас вновь эта трасса будет подвергаться обстрелам. Бахмутский район на сегодняшний день самый небезопасный район в Донецкой области. Призывы об эвакуации из этого района, из самого города Бахмута, где на сегодняшний день остается около 20 тысяч мирных жителей, тоже всегда звучат из уст главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко. Вот такая ситуация на сегодняшний день. Коллеги, если породко у меня все, продолжаю следить для того, чтобы всегда оперативно выдавать вам свежие новости. Благодарим тебя, Алена. Напомним нашим зрителям, что с нами на прямой связи была Алена Грамова, и она рассказала об оперативной ситуации в Донецкой области на данный момент. Спасибо тебе большое, Ален. Спасибо нашим коллегам Анастасии Волковой, Анастасии Жук, Елизавете Кротик, другим нашим коллегам, которые работают в самых горячих точках Украины, которые рассказывают вам, что по факту здесь делает российская армия, уничтожает мирное население Украины. Спасибо. Спасибо.